Первый блин в лице Huawei Watch GT не сказал бы, что я оказался комом, но и полноценными смарт-часами у меня язык не повернется их назвать. Так, красивые часики с функциями фитнес-трекера, о чем я неоднократно говорил в полноформатном обзоре, который вы можете увидеть в правом верхнем углу, перейдя по подсказке. И это было просто замечательное дополнение, которое шло в подарок на старте продаж Huawei P30 Pro. В этом видеоролике мы поговорим об всех именно изменениях, чтобы не повторяться. Huawei Watch GT 2. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Сначала о цене. Часики подорожали. В среднем от 40 до 50 долларов. В России у официалов ценник стартует от 235 долларов. В Беларуси их можно будет купить по цене около 300 баксов. В любом случае, осуществляя покупки в интернете, не забывайте пользоваться кэшбэком. Зарубежный сервис ТОП Кэшбэк помогает экономить деньги в популярных магазинах вроде eBay или Gearbest. И что особенно будет актуально перед такими распродажами как 11.11 на Алиэкспресс, когда скидки будут достигать до 70%. Стоп кэшбэк вы сможете вернуть до 6% от стоимости любой покупки. Зарегистрировавшись по ссылке в описании, после осуществления первой покупки сервис подарит еще 10 долларов. Выводить средства можно в разной валюте через Paypal, Ukrainian Express, Яндекс и другие удобные сервисы. Все подробности по ссылке в описании. И начнем мы с дизайна. У меня на обзоре самая большая 46 мм версия, а это вот GT первого поколения супруги на 42 мм. Толщина устройства не изменилась, но вот количество пластика уменьшилось довольно серьезно. Была почти половина корпуса и это сильно дешевило, а сейчас лишь пара миллиметров. Кстати, коннектор зарядки и датчик ЧСС остались прежними. Еще на корпусе появился микрофон и динамик. И да, теперь с часов Хоуэй можно отвечать на звонки и даже набирать каким-нибудь абонентов. Формат ремешков остался также неизменным. 22 мм, быстросъемный. В целом дизайн часов очень красивый. Ну это как вы сами понимаете субъективщина. Внешнее отсутствие пластиковых элементов и сочетание черного корпуса и красного резиного ремешка выглядит потрясающе. Но появился один конструктивный недостаток. Несмотря на то, что матрица как и раньше утоплена, защитное стекло теперь находится вровень с плоскостью безеля. По опту владения Apple Watch могу сказать так, что это будет та же самая неприятная ватрушка и стекло будет царапаться намного чаще, чем если бы оно было утоплено внутрь, как это было реализовано в первом поколении Watch GT. Ну и сама по себе матрица утоплена ниже, а стекло находится выше и нет такого ощущения, что она находится под кончиками пальцев. По матрице заметил один важный нюанс. У меня не было на обзоре 46 мм версии, но в младшей 42 мм версии я четко вижу сетку пикселей. Вот в большой 46 мм второго поколения матрица приятнее и выглядит просто идеально. По факту ни в диагонали дисплея, ни в разрешении матрицы между первым и вторым поколением изменений нет. Скажу даже больше. Плотность пикселей на дюйм между большей 46 мм и меньше 42 мм версии практически идентичнее. 326 и 325 ppi соответственно. И это отличный показатель. В общем я не знаю как это работает, но я доверяю своему зрению. И теперь у меня возникает вопрос, как выглядит 42 мм версия Watch GT 2 и 46 мм версия Watch GT первого поколения. К сожалению на руках их нет, чтобы практически сравнить и понять где дисплей лучше. А вообще амолед матрица в Watch GT 2 просто шикарно. Первое что я заметил при использовании второго поколения Watch GT улучшенную анимацию работы интерфейса. В чем это выражается? Смотрите. При опускании шторки пункта управления в первом поколении была слабодетализированная анимация и она происходила рывками. Во втором поколении все плавно. И так во многих местах интерфейса. Наверняка вы знаете, что главным козырем Huawei Watch GT является время автономной работы. А оно достигается за счет энергоэффективности процессора. Так вот в Huawei Watch GT 2 используется уже собственная разработка процессора Kirin A1, который не менее энергоэффективен, а скорее всего даже и более, по моим личным наблюдениям и тестированию. Так еще и анимацию он прорисовывает лучше. И дабы вообще закрыть вопрос автономности, я опять же не тестировал 46 мм версию первого поколения. 46 мм версия второго поколения живет очень долго. За неделю теста со всеми включенными основными функциями, вроде определения ЧСС через заданные периоды времени, вроде функции слежения за уровнем стресса, или функция автослит, которая определяет, как вы там шевелитесь во время сна, у меня осталось на часах заряда чуть больше 40%. И это отличный результат, к которому лично у меня нет претензий, в отличие от первого поколения, в котором при активации всех этих функций они разряжались значительно быстрее. И да, функцию Always On Display я не включал, в конце расскажу почему. В общем, в плане автономности я лично хотел бы, чтобы другие бренды получились у компании Huawei. Пройдемся по изменениям в интерфейсе, которые стали эксклюзивом второй серии. Напомню, Huawei развивает собственную мобильную платформу LightOS, не имеющую встроенного магазина приложений, то есть что установлено из коробки, то установлено. Никакого выбора. Прежде чем перейти к циферблатам, хочу сказать, что меня постоянно смущает деление на безеле. Числа от 0 до 24 в механике используются для четвертой стрелки мирового времени, ну в большинстве случаев, чтобы при смене часового пояса знать точное время в требуемом регионе. Но в наших часах нет такого циферблата, в которых была бы дополнительная четвертая стрелка. Получается инженеры, ну или дизайнеры, скорее, сделали этот момент для красоты. Хотя, как мне кажется, если бы они подписали деление от 0 до 12, от этого бы часы менее красиво не стали бы выглядеть. Но в таком случае циферблат, который не имеет чисел, а только деление, могли бы дополняться этими числами на безеле, и информативность бы куда возросла. Для Watch GT 2 Huawei подготовила 14 новых Watch Face. Они по-прежнему не кастомизируются по цветовой составляющей. Виджеты также не интерактивны, то есть они здесь размещены сугубо для информации. Ну и менять эти самые модули тоже нельзя. Несмотря на то, что все Watch Face'ы на любителя, я лично для себя нашел парочку привлекательных и не перегруженных, но лишь парочку. И опять же это вкусовщина. Дополнительные 11 циферблатов можно установить со смартфона, но доступна эта опция только для Android приложения. На рабочем столе появилось два новых виджета. Первый уровень стресса. Будет строиться график и отмечаться волнение. Долго не мог активировать эту функцию, просто потому что часы говорили о том, что ее нужно запустить в приложение Huawei Health на смартфоне. Но проблема в том, а я об этом узнал только когда посчитал форумы, что в приложении на iOS эту функцию просто не реализовали. По крайней мере на момент снятия видео. Вот на Android, да, все активируется. На Huawei вот GT второго поколения появилась замечательная функция. Можно без сброса настроек и удаления данных отключать часы от одного смартфона и приконнекчивать их к другому девайсу. Правда вот активировав эту функцию на Android, а затем отвязав часы и привязав их к iPhone, эта функция все равно пропала. И опять ее нужно запускать через приложение на смартфоне. Будем надеяться, что в будущем компания Huawei исправит этот косяк в iOS версии программы. Второй новый виджет, музыкальный плеер. На борту появился 4 гигабайтный накопитель, из которого под пользовательские данные будет доступно чуть больше 2,2 гигабайт. Их можно использовать под музыку. Причем она воспроизводится не только через беспроводные наушники, но и со встроенного динамика. Как тебе такое, Тим Кук? Фанаты колонок JBL так вообще валяются в экстазе. И опять же, музыку союз приложения закачать на часы попросту нельзя. Отсутствует напрочь такая функция. На Android можно. Файлы закидываются в формате MP3. И что самое интересное, если отвязать часы от Android смартфона с уже закачанной музыкой и привязать их к iPhone, она сохранится. Можно будет подключать гарнитуру и прослушивать у нее. Вот такой вот костыль получается. Опять же, будем надеяться на то, что инженеры с компании Huawei, а точнее разработчики, допилит этот момент. По приложениям. В тренировках увеличилось количество курсов для бега. Странно, что их не добавили на первое поколение часов. Теперь во время тренировок, благодаря появившемуся динамику, часы будут голосом говорить о старте тренировки, о промежуточных значениях и о результатах в конце тренировки. Правда, на данный момент все это реализовано на английском языке, а русской локализации нет. Ну и пока две главные претензии к именно спортивной части в Huawei Watch GT. Во-первых, они не могут автоматически определить, что вы начали какой-то вид тренировки, например, как Apple Watch. То есть, если вы забыли запустить приложение, то, извините, результат уже будет как бы немного прошляплен. И во-вторых, в них есть функция автопаузы, когда вы, например, остановились на велосипеде и зашли в магазин. Но она срабатывает лишь лично у меня через полчаса. То есть, эта функция просто бесполезна. Появилось приложение «Дыхательные упражнения». Причем, в отличие от тех же Apple Watch, тут можно выбирать как длительность упражнения от 1 до 3 минут, так и интенсивность дыхания быстро, среднее и низко. Правда, вот есть один нюанс. Apple Watch сами определяют, когда у вас повышается частота сердечных сокращений и предлагают, ну, скажем так, остыть. А вот в Watch GT 2 вам придется это приложение запускать самостоятельно. Ну, или ставить какую-нибудь напоминалку. А если этого не сделать, то вообще вы вряд ли когда-нибудь будете его запускать. Ну, просто потому что не будете помнить об этом. Ну, по крайней мере, это я на собственном примере. На самом деле, приложение очень полезное. И уже слышу не от первого врача о том, что дыхательная гимнастика очень положительно сказывается на вашем здоровье. Другое дело, почему не добавили это простое приложение, не задействующее никакие датчики в первое поколение Watch GT. В Huawei теперь есть полноценные звонки. И вызов абонента, и прием звонка. Причем работает это как на iOS, так и на Android. В приложении контакты будут отображаться только те избранные абоненты, которые вы добавите в программе Huawei Health на смартфоне. Меню вызовы отображает историю последних звонков. Все, ни адресной книги, ни номера набирателя здесь нет. То, что добавил в избранные контакты или увидел в приложении вызовы, тем и пользуешься. В остальных случаях готовься доставать мобилку. Если запустить фонарик, вы можете заметить, что яркость дисплея на Watch GT 2 стала немножечко выше. Настройки тоже немного видоизменились. Добавили и возможность подключения беспроводных наушников, ведь музыка теперь на часиках. Соединение происходит по протоколу Bluetooth 5.1. В настройках экрана появилась функция Always On Display. Кстати, прилетела она и на первое поколение Watch GT. Правда реализована довольно странно. Always On Display представлен в виде заставки. Стиля 2. Аналоговый, выглядит следующим образом. Есть три расцветки. Красный, зеленый и белый. И цифровой вид тоже с аналогичными тремя расцветками. Который выглядит вот так. Теперь у вас всегда будет гореть циферблат. Но почему же я сказал, что функция работает странно? Суть в том, что при поднятии запястья не отображается главный Watch Face на рабочем столе, а просто подсвечивается заставка. А чтобы увидеть рабочий стол, ну вообще этот элемент интерфейса неверно так называть, это Watch Face, нужно нажать на кнопку. И получается вы уже не видите те информационные виджеты, которые могут располагаться на тех или иных циферблатах. И для того, чтобы обратить на них внимание, необходимо нажать на кнопку, то есть выполнить дополнительное действие. И да, сами разработчики из компании Huawei, когда вы активируете функцию, предупреждают о том, что она в два раза быстрее разрешает аккумулятор. И связано это скорее всего с тем, что экранная заставка не загорается тогда, когда вы поднимаете запястье, а в остальных случаях работает приглушенно, она практически всегда горит, потому что вы совершаете какие-то мелкие колебания рукой. И это немного странно, вот эта вот излишняя гиперчувствительность, из-за которой очень сильно разряжается аккумулятор. Новая настройка уровень позволяет отрегулировать степень вибрации устройства. К сожалению, модуль NFC для оплаты не добавили, ровно как и модуль Wi-Fi. А в обзоре первого поколения Void GT я рассказывал, зачем это надо. И когда вы снимаете часы с запястья, все так же они не блокируются. То есть нет защиты от потери или кражи устройства. Любой человек, который их найдет, просто сбросит все настройки и привяжет к своему смартфону. Зато добавили возможность переназначить нижнюю функциональную кнопку со спорта на любое интересующее вас приложение. И опять же вопрос, почему многие эти мелкие фичи не добавили в первого поколения? Что ж, могу поздравить компанию Huawei, если первое поколение Void GT можно было назвать часами с функциями фитнес-трекера, то второе поколение это полноценные смарт-часы. Да, недостатков в них очень много и зазор для работы инженером, даже дизайнером компании Huawei еще очень и очень большой. Так что при потенциальной покупке этого устройства обязательно обращайте внимание на те недостатки, которые я освещал в этом и в предыдущем видеоролике касательно первого поколения Void GT. И тогда вы точно сделаете грамотную покупку. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока.